Наш июльский разгуляй. Так назвали день посёлка Володарского, который отметил в минувшие выходные юбилей 565 лет. Мероприятия начались на пешеходном бульваре. Для самых маленьких гостей праздника было подготовлено множество сюрпризов. Батуты, рисунки на асфальте, катание на электрокарах и лошадях из Национального конного парка Русь. Сегодня мы приехали в гости с нашими пони из пони-клуба «Охотничий двор». Это пони Сорбина, маленькая совсем девочка, и пони Винни у нас. Он чёрненький, вот такой толстенький, для старших ребятишек. Все желающие могли посмотреть фотоработы на выставке «Володарка вчера, сегодня, завтра» и проследить за тем, как менялся посёлок. Год здесь живём. Каждый раз всё больше и больше народу, развлечений и так далее. То есть очень приятно, что всё растёт и развивается. Я очень довольна, что я уехала из старых домов. Живу в новом с удобствами, прекрасно. Спасибо нашим властям местным. Вы сами видите, как у нас дети развиваются, и школа, и всё строится, сады. Я просто рада. Ребята из лагеря «Бумеранг» под руководством Веры Мандрыкиной подготовили большую программу. Прямо здесь, на бульваре, они участвовали в весёлых стартах, а в стенах досугового центра организовали турнир по настольному теннису. Тут разыгрываются медали, призы вкусные, и просто можно приятно провести время с друзьями. А те, кто постарше, играли на спортивной площадке в стритбол. В это же время директор библиотеки музея Елена Владимировна Сорокина проводила экскурсии для тех, кто интересуется богатой историей посёлка. Алексей Куклин с семьёй переехал сюда в прошлом году. Приятно, во-первых, что столько старых вещей сохранилось везде в музее, здесь связанных с историей посёлка. Ну, и очень много таких вещей есть дома у мамы с папой. Старых сохранились в деревне. А на входе в библиотеку развернулся книжный базар, где любой мог выбрать себе книгу абсолютно бесплатно. В акции участвовали и здания, экземпляры которых существуют в библиотечном фонде не в единственном числе. Литература самая разообразная. Литература и по отраслям зданий художественной литературы. Литература зарубежная, классика. Так что здесь могут пополнить библиотеку не только взрослые, но и дети. Мероприятия по случаю дня посёлка продолжались в течение всего дня, а завершились вечерним концертом на стадионе и праздничным салютом. Вот на такой доске можно было оставить пожелания жителям посёлка Володарского. Как видите, свободных мест уже почти нет. Но мы решили не оставаться в стороне и оставить свою запись. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.